Чума 20 века так и не повержена. Из-за мутации вируса иммунодефицита пока невозможно изобрести вакцину. В 2000 году в Ульянской области началась эпидемия ВИЧ-инфекции. За 19 лет около 18 тысяч жителей региона заболели страшным недугом. По информации регионального Роспотребнадзора, в Ульянске насчитывается полторы тысячи заболевших. Ульянская область стоит на 16 месте по заболеваемости среди регионов России. Впрочем, есть и хорошие новости. Уменьшилось число заражений по стране в целом и по региону в частности. Удивительно то, что вирус заметно постарел. К примеру, 20 лет назад возраст большинства заразившихся составлял 18-25 лет. В нынешнее время получать положительный ВИЧ-статус начали граждане 50-летнего возраста. Главный врач спеццентра Наталья Абдулова призывает ульяновцев вовремя сдавать анализы и проходить терапию. Ведь ВИЧ-инфекция перешла из смертельных болезней в хронические. То есть, если адекватно лечить, можно жить долго и качественно. Когда человек получает антиретровирусную терапию, чего мы добиваемся? Мы добиваемся того, что вирус в организме перестает размножаться, его становится меньше. И вот неопределяемый уровень вирусной нагрузки, то есть, когда вируса мало, неопределяемый, должен быть 75-80% от получающих вард. В Ульянской области это 69,5%. Почему такая сложилась цифра? Потому что люди в нашей области или боятся, или сразу не приходят. К сожалению, в нашей области есть и так называемые ВИЧ-диссиденты. Это граждане, которые не встают на учет и не получают лечение. Самое худшее в этой ситуации то, что за безответственность таких взрослых страдают их дети. С 1989 года в регионе было зафиксировано 175 случаев рожденного ВИЧ. Не стоит забывать, что при терапии и должном образе жизни инфицированные родители могут родить здорового малыша. Знать свой ВИЧ-статус и быть разумным – это минимальное усилие, которое должен прилагать каждый современный человек. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.